Уважаемые коллеги, итак, на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения, что высокая эффективность новой терапии, таргетной терапии, которая направлена на определенную мишень, в частности, брав-ингибиторов, это уже новый стандарт лечения больных с метастатической меланомой. И воздействуя вот таким образом на определенную мишень, мы получаем достаточно эффективные результаты. Но рано или поздно возникает резистентность к препаратам, и резистентность к брав-ингибиторам, в частности, возникает где-то в среднем через 7 месяцев. Основной путь возникновения резистентности – это реактивация вот этого МАП-пути, передача сигнального пути от поверхности опулей клетки до ядра клетки через протеинкиназы, брав-мек-протеинкиназы. И основной путь, и сегодня Евгений Намучи достаточно уже много об этом говорил, это как раз реактивация пути через МЕК-протеинкиназу. Может быть, и еще и другие пути, но основной путь – это реактивация через МЕК где-то до 80% случаев. И использование комбинированных именно препаратов, которые будут действовать на две мишени, и набрав и на МЕК-протеинкиназу, блокируя вот этот путь, ведет к тому, что мы преодолеваем лекарственную резистентность. И причем мы добиваемся результатов повышения как и безрецидивной выживаемости, так и общей выживаемости у пациентов, которые ранее не лечились брав-ингибиторами. При этом самое интересное, что снижается частота кожной токсичности, на чем мы дальше будем еще останавливаться. И в настоящее время известны уже две комбинации, они зарегистрированы. Это комбинация доброфениб с траметенибом и комбинация вемрофениб с кабинетенибом, на которой мы остановимся. Очень интересный вот этот слайд, обратите внимание, который свидетельствует о том, что если длительно применяются брав-ингибиторы в монорежиме, то уже через 4 недели можно отметить появление лекарственной резистентности и появление опухолевых клеток. А когда используется комбинированная терапия, то эффективность лечения более продолжительна, и мы избегаем лекарственной резистентности. Итак, на сегодняшний день два больших крупных исследования, они еще продолжаются, оцениваются их результаты. Это БРИМ-7 исследований и КОБРИМ. И на этом слайде представлены уже обновленные данные на АСКО 2000 этого года. были представлены БРИМ-7, это исследование первой Б-фазы. Это исследование, оно немногочисленное. Сюда вошли пациенты, уже получавшие ранее лечение. Одна группа, которые пациенты получали уже брав-ингибиторы, другая группа пациентов не получали брав-ингибиторы. И данное исследование, оно предусматривало безопасность препарата. И тем не менее, даже уже на первой фазе можно оценить эффективность. Чуть позже мы остановимся на результатах. И второе исследование – это КОБРИМ, стандартное исследование. Исследование в третьей фазе, когда сравнивается комбинированное лечение с монотерапией. Итак, исследование БРИМ-7. Две группы пациентов, еще раз я сказала, есть пациенты, которые уже получали брав-ингибиторы, и пациенты, которые не получали брав-ингибиторы. На первой фазе отрабатывается дозировка препаратов. И, как видите, здесь представлена безрецидивная выживаемость. Посмотрите, безрецидивная выживаемость при первой фазе исследования превышает год, почти 14 месяцев. И что это говорит о том, что у каждого второго пациента, то есть 50% пациентов, живут без признаков заболевания более одного года на фоне комбинированного лечения. Если говорить об общей выживаемости, здесь результаты достаточно тоже внушительные. Если в 2015 году на АСКО прозвучала цифра 28,5 месяцев, то последние данные 2016 года уже почти 2,5 года, 31 месяц общей выживаемости у пациентов на первой фазе. Еще раз хочу подчеркнуть, что это пациенты, которые, в принципе, уже лечены другими режимами лекарственной терапии. У них можно добиться общей выживаемости, медианной выживаемости более 2,5 лет. И какие же результаты были получены при длительном наблюдении? Как видите, трехлетняя выживаемость пациентов достигла 37%. Это последние данные АСКО 2016 года. Если говорить о той группе пациентов, которые уже получали BRAF-ингибиторы в этом исследовании, то, как видите, объективные ответы достаточно невысоки, всего 15%. Если же обратиться к группе пациентов, которые не получали BRAF-ингибиторы, на прошлом АСКО прозвучала цифра 87%, и эта же цифра и в 2016 году осталась, а полные ответы наблюдаются у пятой части пациентов. Достаточно высокая, конечно, цифра. Следующее исследование – это КОБРИМ. КОБРИМ-исследование – это третьи фазы, когда сравниваются уже стандартная монотерапия виморфенибом и комбинированная терапия кабинетениба и виморфениба. Дизайн исследования был достаточно простой. Исследование было достаточно многочисленное. Оно скринировано, как видите, больше тысячи пациентов и рандомизировано около полутысячи пациентов. И, опять же, это исследование, как и предыдущее исследование, показало преимущество применения комбинированного лечения по сравнению с монотерапией. Как видите, тоже больше одного года, у каждого второго пациента более одного года отсутствуют признаки заболевания. 12 месяцев пациенты живут без прогрессирования заболевания. Достаточно большой срок. Если говорить об общей выживаемости, здесь цифры также достаточно высокие. Комбинированная терапия способствует увеличению общей выживаемости до 22 месяцев. И вы знаете, что существуют определенные группы прогноза и определенные прогностические факторы. На которые клиницисты стали обращать внимание в последнее время. Особенно вот такой фактор, как ЛДГ. При повышенном уровне ЛДГ, как вы знаете, это неблагоприятный прогностический фактор. Как правило, он коррелирует с невысокими показателями безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. А здесь, на этом слайде, показана, какова общая выживаемость в группе пациентов, у которых нормальный уровень ЛДГ. Как видите, медиана не достигнута у пациентов, которые получают комбинированное лечение, а те пациенты, которые получали монотерапию, у них общая выживаемость достаточно тоже высока, она равняется почти двум годам. И следует сказать, что вот встает вопрос, чисто уже практически, наверное, а стоит пациентам назначать комбинированную терапию и монотерапию, и морофенибом, и брафингибиторами другого вида, доброфениб, если у них повышенный ЛДГ. Так вот, на этом слайде достаточно красно-речиво показано, что препарат работает и у пациентов, и при повышенных показателях ЛДГ. Поэтому, наверное, у этих-то пациентов как раз есть тот шанс получить ответ от применения данных препаратов, нежели получая химиотерапию. И, подводя итоги, можем сказать, что частота ответа при монотерапии равняется 50%, медиана безрецидивной выживаемости она чуть больше полугода, общая выживаемость медиана равняется 17 месяцев. Если же мы применяем комбинированное лечение, то эффективность повышается до 70%, медиана безрецидивной выживаемости уже достигает более года, и медиана общей выживаемости приближается к 2 годам. Достаточно красно-речиво показано, что, конечно, безусловно, комбинированное лечение более эффективно, чем монотерапия. Но насколько профиль безопасности интересен нам, и какие здесь имеются преимущества? Если посмотрим на этот слайд, достаточно красно-речиво показывает, что профиль токсичности, во-первых, он достаточно изучен, и применяя комбинированное лечение ингибиторов БРАФ и МЕК-ингибиторов, мы избегаем, например, кожной токсичности. Несколько позже мы остановимся на этом. И, говоря о суммировании данных по безопасности, можно сказать, что любой препарат цитостатический или таргетная терапия практически всегда имеет ту или иную токсичность. Так вот, и таргетные препараты, БРАФ-ингибиторы и МЕК-ингибиторы, они, как видите, имеют тоже практически у всех пациентов, и наблюдается тот или иной вид токсичности. 98% в каждой группе у пациентов. Вот осложнение третьей степени и более наблюдается у более половины пациентов. И доктор, который начинает лечение пациентов с новыми вот этими препаратами, таргетными препаратами, БРАФ-ингибиторами и МЕК-ингибиторами, конечно, должен быть достаточно осведомлен о возможных осложнений и предупредить об этом пациентов. Как видите, серьезные негативные явления могут наблюдаться у четверти до трети пациентов. А вот те негативные явления, которые ведут уже к отмене препаратов, они наблюдаются где-то в 12-13% случаев. Какие же осложнения, как видите? Если мы применяем комбинированное лечение, чаще всего наблюдается диарея, сохраняется фотосенсибилизация, которая наблюдается и при применении БРАФ-ингибиторов. Но еще появляется тошнота, рвота, повышение, может быть, уровня трансаминаз. А вот виморофенип, уже, наверное, многие все-таки доктора, я надеюсь, применяли его в клинической практике. Кроме кожной токсичности, появление плоскоклеточных карцином, кератокантом, еще артрология, аллопеция. И, как видите, третья и четвертая степень практически одинаково наблюдаются с одинаковой частотой, что при монорежиме, что при комбинированном использовании. И самое интересное, что появление негативных явлений, нежелательных явлений, оно чаще всего появляется в первые 28 дней. И вот когда оценивали вот эти негативные явления в клинических исследованиях, как правило, в 80% случаев они уже были купированы. И вот на этом слайде достаточно красочно показано, что появление этих негативных явлений приходится как раз на первый месяц лечения, и потом они уходят на нет. То есть, конечно, информация как доктора, так и врача может приводить к тому, что достаточно своевременно будет оказана помощь пациенту и достигнуты неплохие результаты. Таким образом, используя комбинированное лечение, мы достигаем не только быстрый противоопухолевый эффект, но и достигаем повышения безрецидивной общей выживаемости, мы влияем на замедление процессов резистентности, и при этом уменьшается кожная токсичность. Когда применять всё-таки и в какой последовательности? Сразу же ли назначать комбинированную терапию? Либо можно назначить потом мегингибитор? На этом слайде достаточно всё-таки красочно написано, что комбинация препаратов достаточно, конечно, высока. А если мы будем просто после уже брав ингибитора назначать комбинированное лечение, то эффективность невысокая, безрецидивная выживаемость, она выходит самая низкая. Но, к сожалению, мы всё-таки на практике сталкиваемся с различными ситуациями, и я думаю, что в каждом конкретном случае лечащий доктор принимает решение, которое возможно в практическом применении. И всё, о том, о чём мы с вами говорили, конечно, оно отражено в практических рекомендациях. Во-первых, и в рекомендациях Русска освещено, что одновременное назначение ингибиторов BRAF и мегингибиторов приводит к улучшению результатов лечения. Эти же постулаты отображены и в рекомендации НССН, и этим же рекомендациям следует, конечно, и европейское общество, что именно использование комбинированного лечения приводит к улучшению непосредственных результатов лечения. Таким образом, подведя итоги, можно сказать, что, безусловно, мы живём в эру новых изменений в лечении больных с метастатической меланомой. И именно комбинированное лечение двух препаратов, это BRAF-ингибиторы и мегингибиторов, они демонстрируют наибольшую эффективность. И использование вот этой комбинации позволяет достичь максимального ответа, почти до 90% объективной ответы, и у каждого второго пациента рецидив заболевания не возникает в течение года. Таким образом, вот эта комбинация, конечно, может послужить уже новым стандартом в лечении, и она принципиально меняет прогноз больных с метастатической меланомой, больных, которые мы считали раньше инкурабельными. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Я вот хочу задать вам такой вопрос. Упомянута цифра в 37% на 36 месяцах как показатель достижения. Как вы считаете, может эта цифра удержаться и закрепиться, выйдя на некая плата, как мы знаем, есть? Как с эпилемумабом. Как вы считаете? Ну, Лев Вадимович, конечно, вопрос очень такой интересный, и очень хочется на это надеяться. Во всяком случае, какая-то вот тенденция прослеживается, что часть больных, часть больных живет без прогрессирования достаточно долго. И окончательные результаты мы же еще посмотрим, а анализ еще будет проводиться. Но какая-то все-таки вот есть тенденция. Мало того, вот, извините, пожалуйста, мало того, возникал вопрос еще, можно ли потом этих больных оперировать, например, потому что не всегда в России можно обеспечить полностью длительно, как долго лечить этих пациентов, возникает следующий вопрос. Вот есть эффект, и что нам дальше делать? А с препаратом, конечно, ну, достаточно у нас серьезно все. Препараты все-таки остаются малодоступными. И возникал вопрос вот у практических онкологов. Может быть, больных этих потом и прооперировать? Сделать это редуктивную операцию? Но есть же определенный и все больше и больше процент тех, кто полностью ответили. Да. Начиналось все со скромных 5%, а сейчас уже в пределах 15%. А что с ними-то делать, если вот человек попадает в группу полной излеченности? Мы совершенно этого не знаем. Не знаем, но обсуждался вот вопрос и на иностранных конференциях. Кто-то предлагает 6 месяцев еще больных лечить, 3 месяца. Но этого действительно никто не знает. Мы эти препараты держим в руках всего 5 лет. Мне кажется, если наши пациенты будут достигать полной ремиссии, то мы можем быть пионерами, чтобы остановиться и не лечить. Потому что за рубежом, скорее всего, будут продолжать и продолжать. Светлана Анатольевна, спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, вот у нас сейчас появился ингибитор МЕК, он скоро станет доступен, и у нас есть часть пациентов, которые уже получают ингибитор БРАВ, Веморофенип, и не прогрессируют на нем. Нужно ли им добавлять Кателик или не нужно? Да, уважаемая Кристина Вячеславовна, опять же, вопрос чисто практический, конечно. Мы живем в Российской Федерации. И, конечно, наши больные, когда слышат, что они могут получить эффективный препарат, наверное, трудно их разуверить. Поэтому здесь встает еще очень много вопросов, наверное, этического характера. Хотя исследования показали, что если есть эффект, можно и не добавлять. И эффективность, она не прибавит очень большой разницы. Поэтому в каждом конкретном случае, наверное, мы все-таки обговариваем. Мы говорим, и у нас есть такие пациенты. И когда появляются возможности, это очень, конечно, интересно, стоит, не стоит. Но пока на сегодняшний день говорят, что лучше комбинированно сразу назначить терапию. Ну да, но исходя из наших условий, если он хорошо отвечает на один препарат, то не надо от добра добра искать. Правда же? Ну, наверное. Давайте откровенно. Наверное, наверное. Это сложно. Это очень сложная, безусловно, дискуссия. Спасибо, Светлана Анатольевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Светлана Анатольевна. Спасибо, Светлана Анатольевна. Спасибо, Светлана Анатольевна. Спасибо, Светлана Анатольевна. Спасибо, Светлана Анатольевна.